ДИАЛОГ Здравствуйте, Сергей Герольдович! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, а члены КСК имеют доступ к информации о деятельности КСК и особенно финансовой? Это очень хороший вопрос. По закону они имеют право получать информацию регулярно о том, как тратятся деньги, которые они сдают в кооператив на содержание своего собственного имущества. Но очень часто этот недостаток информации приводит к тому, что люди пользуются сплетнями, слухами, неправильно создают впечатление о том объеме денег, которые есть у председателя и как он расходуется. В результате возникает непонимание деятельности работы КСК, недоверие и, как следствие этого недоверия, конфликты. Вот эти конфликты, они очень сильно мешают нормальному содержанию и ремонту дома. И поэтому мы вместе со средствами массовой информации прилагаем большие усилия для того, чтобы повысить уровень информированности наших собственников о деятельности кооперативов собственников квартир. Скажите, пожалуйста, в какие сроки должны быть предоставлены ответы на интересующие вопросы жильцам? Обязанность КСК отчитываться перед собственниками, куда затрачены собранные деньги, регулируется законом о жилищных отношениях, ст. 50, пункт 2. И председатель обязан отчитываться ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Причем отчет должен предоставляться в письменной форме или в форме электронного документа каждому собственнику. Это достаточно денежное мероприятие, и поэтому мы предлагаем нашим председателям КСК отчитываться в электронном формате. Интернет-технологии стали уже нормой нашего дня. И бабушки умеют общаться по скайпу с внуками, и дети еще больше, чем бабушки, смотрят в интернете интересные вещи. Поэтому я думаю, что это актуально, это возможно, и это реально, представить нашим собственникам отчет в электронной форме. А какие вопросы обязаны решать члены КСК, и на какие цели именно используются взносы? КСК создается для того, чтобы решать вопросы управления, содержания и ремонта общей собственности. В квартирах каждый решает все сам. Кроме квартир у нас есть крыши, подвалы, чердаки, двор, сети инженерные. Все это может ломаться, необходимо их обслуживать, чинить, менять своевременно. И вот как раз для решения этих вопросов собираются собрания. Председатель КСК должен рассказать о техническом состоянии общего имущества, о недостатках, которые имеются, сказать, сколько стоит содержание, сколько стоит ремонт той или иной части общей собственности. Собственники должны задать вопросы, чтобы понять ситуацию и проголосовать за, против или воздерживаться от предложения, которое дает им председатель. То есть все средства, которые собираются нашими собственниками, должны тратиться на управление, содержание и ремонт общей собственности. А если, допустим, председатель отчитался, а жильцы чем-то недовольны, скажите, они могут назначить ревизию? По закону в каждом кооперативе собственников квартир в обязательном порядке создается ревизионная комиссия. Члены ревизионной комиссии избираются на общем собрании, и они имеют право проводить как очередные, так и внеочередные ревизии. Законом устанавливается норма, что ревизия проводится не реже одного раза в год или на смену материально ответственных лиц. Если переизбрали председателя, уходит бухгалтер, вот на этот момент в обязательном порядке проводится ревизия. Также ревизия может быть проведена по решению самой ревизионной комиссии или по решению правления, если они считают, что нужно внепланово посмотреть, как расходуются общие деньги. А если ревизионная комиссия работает некачественно, как кажется нашим жильцам, можно назначить еще какую-нибудь проверку? Знаете, жизненный опыт мой показывает, что бывает и некачественно работает, а бывает, что просто кажется. В любом случае, наши собственники, как люди, которые платят деньги, имеют право провести повторную ревизию, выбрав новый состав ревизионной комиссии. То есть у нас акт ревизии утверждается общим собранием. И если собственники на общем собрании проголосуют против этого акта ревизии, выразят недоверие ревизионной комиссии, они имеют право избрать новый состав ревизионной комиссии и поручить ей провести повторную ревизию и представить ее результаты на следующее общее собрание собственников. А как организовать внеочередное собрание жильцов? Вот это тоже достаточно частая ситуация, когда председатель считает, что нет необходимости проводить собрание, а значительная часть жителей считает, что нужно послушать, что творится в нашем доме, задать вопросы председателю, то есть настаивать на проведение внеочередного собрания. Эта норма также регулируется законом о жилищных отношениях. Внеочередное собрание проводится по решению председателя, если он хочет, по решению правления, если большинство членов правления голосуют за проведение внеочередного собрания, по решению ревизионной комиссии или по решению 10% членов КСК. То есть инициативная группа собирает подписи на проведение внеочередного собрания с такой-то повесткой. Если 10% жителей сказали, что мы хотим, поддерживаем инициативную группу, то тогда председатель обязан провести собрание с предлагаемой инициативной группой повесткой. А куда обращаться, если КСК не реагирует ни на какие жалобы, заявления и просьбы? Давайте так ответим на этот вопрос. Во-первых, эти жалобы, просьбы и заявления могут быть обоснованы, а могут быть не очень. Пожаловаться можно жилищной инспекции города Петропавловска, которая располагается в здании городского акимата на первом этаже. Они хорошо знают законодательство о жилищных отношениях, и они могут пояснить группе, которая приходит с жалобой, насколько обоснованы или не обоснованы их претензии к оперативу собственников квартир. Если претензии обоснованы, то в принципе нужно не жаловаться, нужно вопросы решать. Либо председатель вместе с правлением кооператива воспринимает о том, что есть обоснованное неудовольствие жителей, и надо менять свою работу. Или жители расстаются с председателем, находят новую кандидатуру и проводят внеочередное или очередное собрание КСК с повесткой дня переизбрания руководителя кооператива собственников квартир. Скажите, пожалуйста, а как-то можно переизбрать председателя КСК? Можно. И эта процедура также регулируется действующим законодательством. 10% инициативная группа собирает решение о проведении внеочередного собрания, допустим, с повесткой о переизбрании председателя, или готовится к очередному собранию, договаривается с какой-то кандидатурой, чтобы человек не отказался на этом собрании, для него тоже это не стало неожиданностью, чтобы он мог выйти перед людьми на собрании, представиться, рассказать о том, как он собирается исправлять те недостатки, которые привели к тому, что наши собственники принимают решение о переизбрании председателя. И, в общем-то, процедура голосования. У нас получается, что для принятия решения необходимо, чтобы на собрании был кворум, это раз, а во-вторых, чтобы больше половины от кворума проголосовали за то или иное решение, тогда оно считается принятым. После того, как решение принято, происходит процедура ревизии внеочередной и передачи документов делопроизводства, товарно-материальных ценностей от старого председателя к вновь избранному. Все это документально оформляется. А если КСК принимает участие в модернизации дома по госпрограмме, скажите, договор должен быть заключен с каждым жителем многоквартирного дома? Да, это обязательные условия. У нас программа модернизации идет с 2011 года. В городе Петропавловске более 150 домов уже отремонтированы по программе модернизации. И необходимо, чтобы договор был у каждого собственника. Он трехсторонний. Кооператив собственников квартир. Собственник квартиры и наша ТОЖС, которая финансирует строительство и модернизацию жилого дома. Получается, что строитель ремонтирует дом, ТОЖС оплачивает строителю за проведенный ремонт, а собственник через КСК в течение определенного времени, 5 или 7 лет, возвращает затраченные на ремонт деньги, для того, чтобы они поступили опять в ТОЖС и могли быть использованы как возвратные средства на ремонт следующих домов. Скажите, а есть ли смысл подавать в суд на КСК? У нас, в принципе, и граждане, и юридические лица имеют право, если не смогли договориться друг с другом, решать все спорные вопросы в суде. Поэтому нужно, наверное, в каждом конкретном случае оценить вообще это обида или действительно нарушение законодательства и принять решение, стоит или не стоит обращаться в суд. А суд уже рассмотрит предъявленные доказательства сторонами, рассмотрит все аргументы и примет решение, насколько права та или иная сторона. А такие случаи были? На моей памяти были случаи, когда жители подавали на председателя, а в основном это было судебное требование о том, что человека незаконно избрали или переизбрали, а он не уходит. То есть кто является в настоящий момент председателем? Кому платить деньги? Да, да, кто руководит нашим юридическим лицом. И суд рассматривал доказательства, то есть рассматривал протоколы, листы голосования и принимал решение, произошел факт переизбрания председателя или не произошел. Для того, чтобы досконально знать деятельность КСК, все расходы, доходы, создан электронный портал. Расскажите об этом поподробнее. Наша ассоциация КСК в 2015 году реализовала, с моей точки зрения, очень интересный проект. Он называется «Общественный контроль деятельности КСК». Там были разные действия, в том числе мы обучали пять групп председателей изменением в законодательстве, умению устранять конфликты с жителями, умению вести делопроизводство, бухгалтерский учет, правильно оформлять документы. Этот проект предусматривал создание интернет-портала, на котором уже сейчас размещена информация обо всех домах города Петропавловска, о их технических характеристиках, этажности, стенах, состоянии кровли, возноснабжения, теплоснабжения. Также размещена информация о всех кооперативах собственников квартир, которые управляют и обслуживают теми или иными домами. И там между ними установлена взаимосвязь. И поэтому, войдя на портал, мы можем туда войти по адресу дома и посмотреть, какой КСК занимается обслуживанием этого дома. Опять же, перейти на КСК и посмотреть его документы. Или, наоборот, зайти со стороны через название КСК, посмотреть, какие дома обслуживает наш кооператив, и потом, кликнув по дому, перейти на технические характеристики дома. На этом портале можно разместить уставы кооператива. Протоколы об избрании председателя, протоколы об утверждении сметы, сами сметы, отчеты председателя перед жителями о проведенной работе, отчеты ревизионной комиссии, дефектные ведомости, любые объявления, любые обсуждения о проблемах дома. Все это сделано для того, чтобы наши собственники имели полную и достоверную информацию, как работает их КСК, как меняется состояние, техническое состояние их дома. Для того, чтобы они стали собственниками, понимали, сколько денег доступно председателю для решения тех или иных задач, как работают их деньги, которые они затратили в том или ином месяце. Я думаю, что такая повышенная информированность наших собственников приведет к тому, что будет меньше конфликтов. То есть на доме сформируется коллектив собственников, заинтересованных в улучшении качества проживания, в безопасности, в гарантированном пользовании коммунальными услугами, что люди будут не сводить счеты на собраниях, а обсуждать проблемы дома и выбирать лучшие варианты решения этих проблем. Также на сайте предусмотрена очень интересная возможность голосования по тем или иным вопросам, которые председатель предлагает обсудить в нашем доме. Но собственник для того, чтобы принять участие в голосовании, должен зарегистрироваться, чтобы мы знали, кто голосует за или против. У нас через председателя кооператива они могут получить такой листочек, в котором напишут информацию о себе, дадут свой сотовый телефон, чтобы мы могли смс-кой сбросить ему пароль для вхождения на сайт, или адрес электронной почты. На электронную почту тоже может поступить пароль. После этого наш собственник может уже войти на сайт, как не просто обозреватель, который только смотрит, но ничего не может сделать. Он может войти под паролем, и тогда он сможет задать вопрос председателю, и он сможет принять участие в голосовании. Отметить галочкой «за», «против» или «воздержался» по тому вопросу, который поставлен на голосование. И мы считаем, что этот переход к интернет-голосованию привлечет к управлению нашим домом тех людей, которые традиционно не ходят на собрания. По разным причинам. Может быть, они заняты, может быть, им просто не нравится выходить и слушать то, что творится на наших собраниях. А компьютер практически есть в каждом доме. Пройдет еще немножко времени, может год, может полтора. Это станет нашей доброй традицией. Будут виртуальные собрания. Да, будут виртуальные голосования, виртуальное принятие решений. Я думаю, больше людей, взвешенных, разумных, действительно реальных собственников, будет через свое волеизъявление участвовать в принятии позитивных, нужных дому решений. И тогда мы сможем преодолеть те конфликты, которые сейчас сложились из-за неинформированности наших собственников. Так это здорово же, если я хочу купить квартиру, и я могу выбрать самый лучший дом? Ну, по идее же могу же. Я же зайду на ваш сайт и посмотрю, где самая лучшая КСК, где самый лучший ремонт. Ремонт. Это же правда? Это же рейтинг. А у вас рейтингов нету? Таких вот не планируется? Вот по поводу рейтинга. Вы два задали очень хороших вопросов. Я на них отвечу раздельно. Первый вопрос. Вот смотрите, если раньше, ну, раньше, это лет, наверное, 8 назад, примерно так, люди просто смотрели этаж, дом, район, да, там панельный, кирпичный, то сейчас практически все смотрят, насколько хорошо работает КСК. Потому что соседей не выбирают. Они как бы как погода от Бога, да, будет плохой сосед, он отравит вам жизнь. Будет плохой КСК, у вас будут большие проблемы. Поэтому действительно через сайт мы можем посмотреть, что творится в нашем доме, значит, какие работы производятся, как председатель общается, как люди отвечают председателю, есть ли на этом доме коллектив или там конфликт на конфликте. То есть это действительно хорошо, это еще одна польза для того, чтобы наша недвижимость имела и эту составляющую цены, как она содержится. Второй вопрос о рейтинге тоже очень интересный. И некоторые вот организации в Казахстане занимаются сейчас разработкой именно рейтинга содержания дома. Вот как есть, допустим, трехзвездочная гостиница, есть пятизвездочная гостиница. И мы как бы с вами понимаем, если нам говорят, вот можно жить там за четыре тысячи тенге в трехзвездочной гостинице, ну как бы это цена соответствует качеству. Но если мы идем в пятизвездочную гостиницу, мы понимаем, что там нужно будет платить уже там 12 тысяч тенге. То есть если лучше качество, значит дороже цена. Вот мне бы тоже очень хотелось, чтобы у нас в городе заработала система рейтингов, чтобы была независимая оценка, которая пришла и сказала, вот этот дом содержится, предположим, на тройку, этот дом содержится на пятерку. Ну а если дом содержится на тройку, ну давайте мы как специалисты дадим рекомендации, что нужно сделать жителям, что нужно сделать КСК, для того, чтобы при следующей оценке уже было на четверку. Мы же не хотим жить в плохом доме. И тогда вот появится стимул, вот эта мотивация бороться за качество содержания, за качество ремонта, за качество предоставления услуг. Поэтому рейтинг – это наше будущее. Я думаю, что мы будем заниматься. И когда у нас будут успехи, мы с большим удовольствием через средства массовой информации расскажем нашим жителям. Если КСК привлекает управляющую компанию, кто контролирует ведение работ по сохранению и улучшению дома? Вот фактически, когда КСК, юридическое лицо, привлекает управляющую компанию, другое юридическое лицо – это гражданско-правовой договор. Естественно, председатель КСК, как представитель жителей, руководитель КСК и контролирует ту организацию, которую они наняли для содержания нашего дома. То есть председатель тщательно смотрит, чтобы все пункты договора, за которые производится ежемесячная оплата, были выполнены. И подписывает акты приемки выполненных работ ежемесячно или как установлено пунктами договора. Ну и в завершении хотелось бы услышать, кто может стать председателем КСК? В законодательстве нет ограничений на занятие должности председателя КСК. Но есть ограничения в уставах некоторых кооперативов. Там такая взаимосвязь, что членом кооператива является человек, проживающий в нашем доме, а председатель выбирается из членов кооператива. То есть есть ограничения по членству и по проживанию в этом доме. То есть нужно смотреть устав, как именно в вашем кооперативе выбирается правление, ревизионная комиссия и председатель. Спасибо вам, Сергей Герольдович, что вы сегодня пришли к нам в гости, ответили на все наши вопросы. Всего вам доброго и до свидания. До свидания. А я напоминаю, что сегодня в студии был председатель ассоциации КСК Сергей Герольдович Худяков. Это была программа «Диалог. Актуальные темы. Интересные собеседники». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин